Она у нас самая первая собака в приюте. Она попала к нам уже с травмами костей черепа и вывихом левой лапки. Видите, она у нее немножко такая. Прикладывали все усилия, чтобы ее пристроить, чтобы найти добрые руки. И снималась она в журналах, и снимали всякие ролики по пристройству. Но никому она не нравилась. Парадоксально, но затем понравилась всем. И стала самой узнаваемой собакой Подмосковья по кличке Буся. Живет по-прежнему в приюте Берегиня, однако в любой момент выходит гулять за его пределы. Она не ущемлена в своих правах, скажем так. У нее исключительно условия звезды. Это потому, что на протяжении шести последних лет Буся – звезда уроков доброты, включенных в масштабный проект. Я никогда не пройду мимо. Первоначально школы отказывались. И говорили, как это животное будет у нас на уроке. В последнее время начала набирать такую популярность, что сейчас мы школы записываем на уроке доброты. Запись за два месяца идет. Для ульяновских школьников звездный час общения с Бусей наступил вне очереди. Она приехала достаточно издалека. Ехала на поезде 11 часов. Представляете, к вам? Чтобы еще раз подтвердить сразу несколько своих собачьих статусов. Безусловной звезды и терапевта. Доказано обратной связью с детьми, родителями и педагогами. Буся лечит душу. А чтобы и тело не пострадало, эксперты обучают ребят техникам безопасности при встрече с домашними питомцами. Здрасте. Можно. Кусается? Не кусается. Вот правильно. Буся тебе даже голову положила. Мне понравился этот урок. Я очень люблю животных. Советую вам обращаться с животными намного лучше. Намного лучше. Не будьте с ними, как с какими-то куклами. Обращайтесь с ними хорошо. Эти животные, они же живые. Как и вы. Призыв ребенка в первую очередь касается животных безнадзорных. Поэтому за круглым столом не столько про продвижение уроков доброты, сколько об урегулировании законодательства в этой сфере. Федеральный закон, да, принят, действует, но, по мнению экспертов, с некоторыми логическими погрешностями. Поймали животное, отвезли в этот центр, полечили, помыли, сделали кастрацию, чипирование. Там, где люди жалуются, вот назад вам привезли, пожалуйста. Но здесь опять-таки альтернатива какая? Куда их делать? А Буся слушает, да спит. Прямо под этим самым круглым столом, за которым специалисты выстраивают диалог, ищут баланс. Как защитить животных от людей и людей от животных? Мы детям обязаны многократно раз показывать о воспитании милосердия, о воспитании сострадания, о воспитании жалости, и о воспитании ответственности к своим питомцам, которые живут вместе с ними дома. Потом мы не будем решать такие глобальные проблемы, как наличие безхозяйных животных на улице. Проблема безнадзорных животных в России так и не решена, и поэтому некоторые пытаются решить ее как-то самостоятельно. Если взрослым некогда, то за дело берутся дети. Так и 9-летний Амаль из Башкирии собрал все ненужные мягкие игрушки и начал их продавать вот так вот просто-напросто. А взрослые охотно скупали все это по низким ценам, а на собранные деньги мальчик покупал и покупает сухие корма для животных. А у нас вот Даша в Ульяновске, Амаль в Башкирии. Даша, а ты бы что бы вот сделала для таких никому не нужных животных? Я бы справилась на работу. На работу? Но тебе всего 8 лет. Я бы раздавала листовки и покупала корм животным. Ведь мне их жалко, ведь они мернут зимой. Татьяна Домоданова, Алексей Юферев, репортер 73.